Изначально человеку дана самая важная душа, энергетическая основа, поддерживающая связь с Богом, и тело, биологическая основа, поддерживающая связь с земным миром. И душу и тело необходимо развивать, тренировать, поддерживать и оберегать, в общем, любить себя и весь мир. В идеале они должны находиться в равновесии, сохраняя баланс взаимосвязей с высшими силами и земной жизнью. С одной стороны душа — бессмертная субстанция, которая несет в себе очень много знаний. Она помогает телу вести праведную жизнь, из жизни к жизни. Тело — это возможность исполнить свое предназначение перед Создателем, принести на Землю доброту новой жизнью, каждый день делать мир лучше своим присутствием и любовью. Каждый человек в этом мире имеет значение. Каждая душа, каждое тело, каждое животное и растение появляются с определенной целью и предназначением, будь то созданное Богом или человеком. И каждый делает выбор, как ему жить, в согласии и мире или злости и разрушении. Хотя, часто у людей все смешано в одном котле. И, с первого взгляда, трудно разобрать, где хорошее, а где плохие поступки и намерения. А ведь хорошо бы жизнь прожить с душою, мирна, любя, созидая и создавая новое, прекрасное и человечное. Но часто получается, что многие люди проживают свои жизни без видимых результатов. И, более того, они часто обозлены и на весь мир. С одной стороны, можно использовать человеческий опыт, смотреть на прожитые жизни разных людей, и из этого делать выводы, как следует жить самому, что хорошо, а что плохо. С другой стороны, можно просто быть честным с самим собою, с другими людьми, строить свою жизнь на добрых помыслах, общаться с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они общались с тобою. Второй вариант более естественен, в нем нет догм, примеров чужих ошибок. Но в таком случае потребуется много терпения и любви ко всем, кого ты встречаешь на пути своей жизни, чтобы твоей доброты хватало на всех, независимо от того, с кем ты в данный момент. А начать можно просто со слов. Многим кажется, что слово — это ничто, просто звук, лишь маленький всплеск в голове, отраженный в речи или на бумаге. Но это же не так. Это ведь мысль, которая может воплотиться в реальности. Поэтому сначала нужно думать, а потом уж говорить или писать. Таким образом, можно упорядочить не только слова, но и в последующем свои мысли, а затем и дело с результатами. Душа и тело уникальны по своей природе, нет одинаковых. Исключением можно назвать близнецов, их тело похоже, но души разные. И чем старше они становятся, тем очевиднее эта разница. Но у них своя особая связь. Душа и тело, или по-другому их можно назвать энергией, знанием и плотью, насколько разные понятия и субстанции, настолько и дополняющие друг друга. Душа не может существовать на Земле без тела, как и тело без души. Но в современном мире принято решение научного познания мира. Технологический прогресс привел к клонированию и выращиванию организмов и животных из пробегки. Пока мы знаем только об успешных результатах с животными и растениями. Об успешных опытах с человеком нет информации, хотя такие попытки и предпринимались. Сейчас это запрещено международными законами и осуждается всеми религиями. И в данном вопросе побеждает вера, мораль и понимание того, что есть человек. На современном уровне развития техники создать биооболочку или тело уже возможно, но мы не в силах поместить в это существо душу. Так как нам это не подвластно. Создать такое существо мы можем, но это будет уже не человек, а только биоробот. Внешне он будет полностью похож на человека, но у него не будет внутреннего голоса, своего я. Такого человека можно будет легко запрограммировать на любые действия и он никогда не поймет, что это не его мысли и решения. Как и любым живым существам телу и души необходима энергия и движение. От одних вещей и явления они подпитываются, обретают силу, а от других теряют энергию, тратят ее. Если говорить о теле, то на него благоприятно влияют правильное питание, физические упражнения, климатические условия жизни. На душу благоприятно влияют любовь, забота, теплота, самопожертвование, ответственность. Негативно влияют на тело, вредные привычки, жизнь с минимальным количеством движений, плохое питание. На душу влияют злоба, ненависть, зависть, то есть все то, что является грехами во всех религиях. Самое интересное, что многие из факторов, которые прямым образом влияют на душу, начиная благоприятно влиять и на тело, и наоборот. Примером такого воздействия может служить соблюдение поста и голодания совместно с молитвами. В такие моменты человек начинает ощущать себя по-другому и ему могут открыться новые мысли и знания. Главное делать все с чистыми помыслами и добрым сердцем. Нам известно, что нужно делать добро и воздастся нам за дело наше. Но парадокс заключается в том, что те процессы, которые настроены на разрушение, могут становиться двигателями жизни некоторых людей. Так, вместо заботы и любви человека может охватить зависть или страсть. И это сильные чувства могут вывести человека на хороший уровень материальной жизни. Такой человек сможет обладать всем материальным, о чем он только мечтал и о чем завидовал другим людям. И многие из его окружения будут считать его успешным человеком. Но идя таким путем, человек теряет связь с душой, так как она призвана помогать и отдавать, а не потреблять и поглощать. Такой человек подавляет истинную сущность человека, направленную на создание нового через добро и добро через новое. Душа приносит с собой столько ценной информации, что было бы невежественно ей не воспользоваться в обычной жизни. Стоит только захотеть и прислушаться к ней, к своему внутреннему голосу, к своим чистым мотивам, то начнет открываться правда о желаниях и устремлениях. Важно в такие моменты четко запомнить свое состояние просветления и истины, а затем начать притворять в жизнь свои реальные желания. Главное быть честным с собой, это для начала, а вообще стараться быть честным со всеми, во всех мыслях, словах и поступках. Это и делает из человека подобного существа, настоящего человека. Человеку свойственно ставить цели, воплощать свои желания в жизни. Главное добиваться их гуманными способами, не нанося вред ни единому существу. Говорить и поступать так, чтобы было не стыдно перед собой, близкими и детьми. Задумываться над каждым своим действием и словом. Мы все понимаем, что человек черпает свои силы из воспитания, окружения, желаний, примеров жизни других людей. Главное научиться отличать свои истинные желания от навязанных обществом и корпорациями, не становиться очередным существом из плоти и крови, которому только и подавай, что новые утехи и нескончаемую радость. Все, без исключения, что происходит в наших жизнях призвано воспитывать и закалять нас, а положительные моменты даются в награду. Стоит усвоить, что не стоит превращать жизнь в бесконечное веселье, не для того она дана нам. Больше отдавай, нежели бери. Хотя в современном мире, с самого рождения, из людей воспитывают неуемных потребителей, что ведет их к деградации, неправильному пониманию сути вещей, отдаляет душу от тела и от Бога. Но каждый из нас может быть сильнее себя вчерашнего. Стоит только попробовать, и жизнь начнет меняться к лучшему. Человеку даны самые большие возможности из всех живущих на Земле существ. И поэтому, по своему искреннему разумению, он должен использовать данная природа и помогать другим людям, животным и растениям. Следует просто открыть свое сердце для познания и изучать мир со светлыми мыслями. Ведь каждый человек питает жизнь и других людей воздействует на окружающий мир. Душа и тело — это два настолько различных понятия, что иногда непонятно, как их смогли соединить в одно целое. Это останется непостижимым для большинства людей при их земных жизнях. Два мира соединены в одном существе. И один помогает другому, подсказывает, как поступать. Это не прекращающийся ни на минуту процесс познания, и даже когда мы спим. Главное — уметь видеть такие подсказки, научиться слушать свое тело и внутренний голос, видеть в жизни цепь происходящих с тобой событий.